Ирина Ромальдовна, вам большое спасибо за вашу причастность к детскому футболу, к развитию женского футбола. Кинопроект, в котором к великому счастью оказались 62 футбольных команды. Футбол и кинематограф. Если мы говорим о том, что нашему замечательному футболу нужны агитационные кинопродукты, где в кадре пребывают представительницы прекрасной половины человечества, а также детки, которые играют в футбол, как они вообще должны выглядеть? Что вообще он должен собой представлять? Вот ваше мнение. Сюжет типа победы, сюжет типа преодоления самого себя, сюжет типа борьбы за достижение своего места в жизни, или просто обретение команды молодости нашей, детства моего, о чем приятно будешь вспоминать потом, как о приятных воспоминаниях детства всю жизнь. В общем-то, вы как тренер, вы как педагог, вы как член Московской Федерации футбола. Скажите, пожалуйста, что-то об этом. Ну, во-первых, мне очень приятно, что возникают такие продукты, которые редактируются с точки зрения спорта и кинематографа. Это вообще уникальная история, потому что массовый спорт, как правило, не любят снимать и не любят его пиарить, скажем так. А если у нас появляется такой продукт, который действительно отражает все, что связано с детским футболом, с женским футболом, да и со взрослым футболом, с футболом взрослого населения золотого возраста, это все очень приятно и интересно, потому что сейчас идет полнейшая популяризация массового любительского спорта, которого, в принципе, у нас раньше, ну, не то чтобы не было, он был, конечно, но на него не такое внимание обращали. Поэтому я считаю, что это уникальный продукт, и его обязательно нужно делать. Я смотрела ваши фильмы, мне они очень нравятся, потому что они имеют некий такой собирательный образ, они имеют такую художественную, скажем так, проработку, и смотреть действительно это интересно. А почему интерес должен возникать? Дело в том, что все, что касается любительского спорта, мы понимаем, что это не профессиональный спорт, и, конечно, нас ни мачтовый, ни какие-то другие первые каналы не снимают, а вот когда появляются такие группы видео, фото операторского искусства, а если еще это с кинематографом связано, то это действительно популяризирует вообще футбол в принципе, как детский, как взрослый, как я уже сказала. Поэтому прекрасное начало, прекрасная работа, и я думаю, вам нужно продолжать. Что касается, как вы говорите, какой должен быть формат этого фильма, да, борьба, преодоление себя и так далее, я думаю, что все это не имеет значения. В данном случае мы просто должны показывать людям то, что их дети играют, девушки красивые играют в футбол. Это уже привлекательно. И это не обязательно, там, знаете, такой гиперсоревновательный процесс, который обязательно должен показать какую-то сумасшедшую победу. Нет, наша же задача в любительском спорте – это привлечение аудитории, это популяризация этого вида спорта, ну и всех видов спорта с точки зрения футбола и других видов. Поэтому я думаю, что обязательно нужно показывать просто эти фильмы, они должны быть многогранные, интересные, они должны рассказывать не только о самой игре, они должны рассказывать еще и об истории каждого игрока. Вот это было бы очень интересно. Как развивается ребенок, как он пришел в этот футбол, в каких условиях он занимается, какой у него тренер, как он пришел в команду, как он в этой команде работает, как он добивается каких-то результатов, насколько ему это нравится. Это будет прекрасный проект, это будет прекрасная работа, и я думаю, вы таким образом поможете развитию и популяризации любительского спорта в целом. Просьба рассказать о вашей спортивной карьере от биатлона до Московской Федерации футбола, то есть от биатлона в качестве биатлониста, а мы второй вопрос. Мы хотим в качестве логического продолжения сделать в качестве второго кинопроекта по очень простенькой формуле. Как говорили во время нашего с вами советского социалистического детства, все то же самое, только на более высоком уровне. Что мы имеем в виду? Мы имеем в виду пункт первый, в каком-то из регионов нашей замечательной необъятной страны провести турнир кинопроекта, куда команда набрать не только по принципу спорта, но и по принципу определенной артистичности. И по итогам турнира, если хватит на это как-то спонсорских денег, денег участников и так далее, организовать какую-то престижную туристическую поездку. К примеру, в какой-то летний, то ли детский, то ли молодежный лагерь. Какое ваше мнение о таком замысле, плане смелом, и вообще ваше отношение к детским проектам на сегодняшний день? Расскажите, пожалуйста. Я на самом деле не только детскими проектами занимаюсь, но, как вы уже заметили, я имею отношение к женскому футболу. У меня есть партнеры, с удовольствием работаю в сфере взрослого мужского футбола. И у меня, как вы знаете, есть академия Копа Кабана, это бич-сокер, пляжный футбол мы активно развиваем. Так вот, что касается вашего такого предложения, по поводу сделать какой-то такой необычный продукт с точки зрения кино, соревновательного процесса, насколько я понимаю. Вот мы сейчас вынашиваем очень такую серьезную историю, собираем культурно-спортивно-туристическое и образовательное движение «Новый путь». Как раз то, о чем вы говорите, вложено в смысл этого движения. То есть здесь есть симбиоз и спорта, и культуры, и туризма, и образования. Поэтому мы выстраиваем туристические маршруты. В рамках этих туристических маршрутов мы проводим соревновательные процессы и с детьми, и с девушками, и со взрослым населением. И, безусловно, вот такие, скажем так, инструментарии, как фильмы или позиционирование этих фильмов в социальные сети, на сайты наших партнеров, это было бы очень замечательно. Поэтому мы с вами шагаем много со временем и идем в одном направлении. Я только приветствую это. Прекрасно. И вот поделитесь, пожалуйста. Итак, вы начали свою спортивную карьеру как биатлонистка. Да. Так вы родились, закончили школу, ваша спортивная карьера. И что было после этого? Итак, вы в роли самой главной, самой прекрасной леди в Московской Федерации футбола, которая отвечает за состояние детского футбола во всей Москве. Несколько интригующе. Расскажите, пожалуйста. Ну, знаете, спортивная жизнь, она у всех складывается по-разному. Мы с вами прекрасно это понимаем. Ведь когда ты занимаешься профильным спортом, я, к сожалению, не стала, скажем так, мастером, не мастером спорта, мастером спорта я стала. Я не стала, допустим, звездой. Ну, в меру каких-то жизненных обстоятельств. Но я хочу сказать, спорт – это жизнь. Нельзя стать спортсменом. Им надо, наверное, все-таки родиться. Как говорят, нельзя стать литератором, поэтом или писателем. Им надо родиться. Так и здесь. Поэтому мое отношение к спорту, оно сидит глубоко во мне. И, безусловно, закончив, скажем так, свою профессиональную карьеру в биатлоне, закончив спортивную школу и потом выполнив какие-то разряды и достигнув каких-то результатов, я занималась, ну, скажем так, совершенно другими вещами. Но жизнь так повернулась, что снова я пришла в спортивную отрасль и стала заниматься уже организацией, скажем так, спортивных процессов. И поэтому сформировалась лига, и дальше она стала развиваться, дальше мы стали укрупняться, и у нас появился холдинг «Аматеор Лиг», например. И в этот холдинг у нас входят все системы, образующие футбольные наши проекты. Это и женская история, это и детская история, это и взрослая история, и пляжная история, как я уже сказала. Поэтому это все процессы эволюции. И здесь нельзя сказать, что хорошо это или плохо. Это такой процесс, он необратимый. Если человек этим занимается, и если это у него в сердце, то, безусловно, он это будет делать всю свою жизнь. Я люблю спорт, я люблю футбол, потому что как-то так моя судьба привела меня в этот вид спорта. Я прекрасно работаю с КПРФ, мы очень хорошо работаем со Спартаком. Я имею в виду с болельщиками Спартака. Мы проводим огромное количество соревнований, начиная от городских до федеральных. Сейчас у нас есть уже международные проекты, мы возим детей и взрослых с границу, и участвуем и в Евролигах, в Еврокубках, и в чемпионатах мира даже принимаем участие. Потому что сейчас любительство развивается не только в России, но и за рубежом. Поэтому эволюция впереди планеты всей, и мы рядом с ней. Это здорово. Ну и ваши любимые спортивные фильмы, как документальные, так и художественные. Ну, «Движение вверх» я считаю, что это прекрасный фильм, который заставляет не просто вникнуть в саму систему спорта и что в нем происходит, но он заставляет еще и сопереживать, что происходит с главными героями. Ведь профессиональный спорт – это огромный, колоссальный труд. И это очень большое количество препятствий, большое количество проблем, очень много травм бывает. И поэтому вот это преодоление себя, и как это еще показано в этих фильмах, я считаю, что это уникально. Потому что это заставляет человека не просто сопереживать, но и просто рыдать. Потому что ты здесь понимаешь, что за свою страну, за свое отечество, за свой город, за свою команду люди готовы на очень серьезные поступки. И еще раз хочу сказать, что это колоссальный труд. Человек, который не трудится, человек, который не ставит перед собой высоких целей, он не может этого делать, он не может быть в спорте. Это что касается профессионального спорта. Но у нас сейчас другая немножко задача. Мы массовку популяризируем для того, чтобы вовлечь людей, детей в этот процесс. И это еще одна очень важная задача, потому что сейчас у нас с учетом цифровизации, компьютеризации, люди стали немножечко пассивными. И детей очень сложно вытащить из компьютера и из дома. Поэтому все то, что мы с вами делаем, и то, что они видят на экранах телевизоров, это как раз и есть та агитационная работа, которая нам с вами поможет развить в дальнейшем великих мастеров спорта. Прекрасно. Пока у нас по рейтингу предварительно шуток, которые запечатлены в фильме, идет на первом месте следующая шутка. Прекрасный молодой человек появляется на пороге дома и в адрес своей виртуальной мамы, которой в кадре нет, произносит следующие слова. Дорогая мама, я встретил такую девушку, ты не представляешь, как она подает угловые. Шутка номер один. Мы вот благодаря этой шутке будем стараться как-то, ну если не улучшить, то способствовать формированию нужного имиджа девушки-футболистки. Я, по крайней мере, как человек, который взвалил на себя дремя кинематографиста и сделал все, чтобы в одной из буквально трех постановочных сцен появилась эта шутка. Что касается шуток, я вам могу сказать следующее, что если мы с вами говорим о популяризации массового спорта, то здесь в ход идет любой инструментарий. И в данном случае то, о чем вы говорите, а это шутка, да, это кажется так легко и непринужденно. И есть какой-то небольшой такой элемент, может быть даже сарказма, ну какой угловой, какая девушка. Поэтому это привлекательный момент. Главное, чтобы мама не ужаснулась, это принципиально, потому что, простите, когда, допустим, девочка с мячом, это по умолчанию, простите, мальчикообразная, чумазая. То, что она пренебрегает парфюмерией и косметикой, это хорошо, но тем не менее, вот перейдя в обратную сторону, он тоже иногда пугает. Давайте, знаете, как будем здесь действовать? Ну, безусловно, такое есть, и вы совершенно правы, что у нас обычно девочки идут в футбол, те, которые были недолюблены, необласканы, да, у которых есть проблемы, может быть, с молодыми людьми или еще что-то, потому что это все-таки такой вид спорта, ну, я бы сказала, напористый, да, и очень трудоемкий. Но с учетом того, что это все-таки женщины, это девушки, то нужно здесь вот эту линию и норму держать. Что касается пролетарских девушек, как вы говорите, девушек, которые мужеподобные, хотя я с этим не соглашусь, да, наверное, есть такой момент, когда девчонки недолюбленные, недоласканные, там, либо родителями, либо мужчинами, они немножечко становятся более жесткими и идут в такие виды спорта, где требуется большая физика и где требуется какая-то, ну, агрессия. Все-таки футбол, ну, достаточно такой агрессивный вид спорта, и травмы бывают, и все. Но в данном случае я хочу сказать, что девушка должна всегда оставаться девушкой, она всегда должна быть женственной, и она должна всегда оставаться, ну, какой-то такой, как ее создала природа. Поэтому, если мы с вами будем, опять же, популяризировать вот эту историю, я думаю, что наши девчонки-футболистки, которые когда-то были, скажем так, не наделены вот этой любовью, они станут более мягче и превратятся в настоящих красивых девчонок, которые у нас играют в фэшн-лиге. Я вам даже скажу больше. Мы делали такой эксперимент, мы приглашали женские команды в мужские турниры. Представьте, какая это, ну, разная целевая аудитория, да? Женщины у нас всегда играют, ну, несколько слабже, и они играют всегда по возрастным категориям, если говорить о профессиональном спорте, они на год старше играют, на год младше с мужской аудиторией. Но здесь дело не в этом. Дело в том, что девушки вышли играть с ветеранами, с ветеранами проиграли все, что можно было, да? Но когда мужчины вышли на поле с цветами, когда мужчины вышли на поле с подарками, и когда они встали на колено и сказали огромное вам спасибо, девчонки, что вы выдержали этот сумасшедший матч, который был, собственно говоря, достаточно серьезный, и мужчины не уступали в игре, девчонки расплакались. И вот этот вот момент, момент именно вот этой синергии мужского и женского дает возможность нашим девушкам-пролетаркам, как вы говорите, стать настоящими женщинами. И вот в этом, опять же, наша с вами сила. Ирина Романовна, вам большое спасибо. Большое спасибо. Спасибо вам большое. Всего доброго. Спасибо.